Хеллоу народ, с вами Александр и это уже четвертый день школы студенческого актива деревни Универсиады Яльчик-2017. Несмотря на дождливую погоду за окном, ребята сохраняют позитивный настрой и готовы удивлять нас чем-то новым. Давайте посмотрим, как проходит их день. Утро четвертого дня подарил нам сразу несколько радостных новостей для участников. Во-первых, зарядка отменилась из-за дождливой погоды, а во-вторых, все мероприятия переносятся в столовую, где создался импровизированный актовый зал. Первая половина дня дала возможность блеснуть своим красноречием и креативом всем желающим, ведь это было время ТОП-спикера. Своеобразное правило свободного микрофона и разрешение организаторов высказаться на одну из трех заданных тем подарило нам сразу несколько ярких выступлений. Некоторые пытались сделать это в стихотворной форме, а другие... Другие и вовсе организовывали перформанс с обливанием водой и лежанием на грязном полу. Дорогие друзья, только что у нас закончился конкурс ТОП-спикер, и вот давай сейчас пообщаемся с одним из участников. Привет, расскажи вообще, как тебе понравилось Ли? Привет, да, мероприятие было очень хорошее. Интересно было то, что каждый как-то в своем жанре постарался озвучить. Кто-то в прозе, кто-то кратко и лаконично по-чеховски, кто-то в стихах, но было очень разнопланово и круто. Расскажи, а лично ты чем двигал, если не ошибаюсь, у тебя было очень хорошее стихотворное, эмоциональное выступление, что тобой двигало при составлении этого текста? Почему не проза, почему именно стихи? Не знаю, я просто люблю писать стихи, и за тот час, который мне был дан, я понимал, что проще мне написать стихи, и это будет лучше и быстрее, и проще для меня. Скажи, не было ли такого, что ты такой, нет, у меня нет вдохновения, я не знаю, что писать? Сегодня нет. Сегодня получилось сразу. Учебно-оздоровительный центр Яльчик не отстает от трендов, которые сейчас популярны в интернете. Именно поэтому кураторы, организаторы и сами участники согласились запустить здесь игру «Пол – это лава». Что из этого вышло, смотрите сами. Привет, «Пол – это лава». Пять, четыре, три, два, один. Молодец. Ну, как-то так. Ребят, 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 как ваши дела? Классно лавочку тащить? Да, конечно. А знаете, что я хочу сказать? Не хочу вас отвлекать, но «Пол – это лава». Пять, четыре, три, два, один. Как вообще впечатление об этой игре? Никто, когда проигрывает, мне дает свои жетончики. Они просто не хотят играть. Они идут, я говорю, «Пол – это лава», а они такие, типа, ну, пошел. Это мир невесомости. Вот только что минут 10 назад мы залезли трое человек на одно дерево и сидели. Ну что, желаю вам еще удачно полазить по деревьям, а мы отправляемся дальше. Вторая половина дня была рассчитана на командную работу. Каждому «Легиону» необходимо было показать свое видение известных сказок в трех жанрах – ужасы, комедия и современный ремейк. Ну а если нас ждет что-то театральное, то необходимо обязательно проконсультироваться по данному вопросу у профессионалов своего дела. Расскажи, чего нам ждать от сегодняшнего дня по театральному направлению? Ну, я надеюсь, что сегодня очень многие ребята смогут раскрыться, которые до сих пор не раскрылись, покажут очень яркие номера, а также смогут до конца сплотиться в одну единую команду и будут одной большой семьей. А почему, как ты считаешь, вот до сих пор все-таки четвертый день смены, почему некоторые еще не раскрылись и ходят такие, типа, не понимают, чего от них хотят? Ну, возможно, не было данных мероприятий на их тематику. К примеру, вот в моем «Легионе» очень много творческих ребят, которые любят рисовать, также выступать. Возможно, именно это мероприятие сможет им показать, какие они есть в полную силу. Узнав о том, что нас ожидает вечером, отправляемся смотреть, как готовятся к мероприятию в «Легионах». На данный момент идет активная подготовка театральных номеров. Как вы можете понимать, мы добрались до одного из самых адовых «Легионов», который называется «Адская кухня». Давайте спросим у художника, чем нас сегодня будет удивлять, что он рисует. Что ты рисуешь? Дом к сценке, комедия, получается, или ужас. Да, кошачьи... Блин, кошачья история какая-то. Ага, то есть вы у нас ставите сценку «Кошкин дом», я правильно понимаю? Расскажи, вы будете его поджигать на сцене? Все-таки, я, насколько помню, он сгорел. Ну, там добавим спецэффекты немного. То есть еще дорисовать надо будет. Не здесь, но дополнительно для этого эффекта. В принципе, получится. Ну, если получится, то хорошо будет. Рассказывайте, как вообще вам здесь смена? Может, что-то не понравилось, что понравилось? Я не могу говорить, что здесь ничего не там. Что я не понравилось, что-то. Я все вообще, мне все вообще понравилось. Потому что все смеялись, все добрые. Все друг другу помогаем. Они все добрые вообще. Мне просто повезло сюда попасть. И познакомился с тем временем и людьми, которые я никогда не видел вообще в своей жизни. Но мне был первый раз. Я думаю, в следующий раз. В следующий год я буду еще приходить сюда. Мне очень понравилось. То есть ты еще вернешься в Яльчик? Да, если дай Бог. Спасибо за твое мнение. А мы отправляемся смотреть театральные постановки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Казалось бы, на этом можно подводить итоги дня. Но нет. Нашей съемочной группе захотелось острых ощущений, и мы попытались покинуть территорию Яльчика на автомобиле. Однако спустя 100 метров мы ожидаемо застряли. Благо на помощь пришли отзывчивые кураторы сразу нескольких легионов, которые буквально голыми руками вытащили автомобиль из грязи. Ну что, ребят, вот вы и поучаствовали в «Последнем герое», хотя наверняка сами того не хотели. Поделитесь своим впечатлением вообще об этом событии. Мы любим отечественный автопром! Ну, как-то вот так вот мы пытались...